добрый вечер я приветствую всех новых и старых служителей нашего урока мы продолжаем серию наших уроков по книге равку курута чувак нас 12 глава 8 абзац еще раз всем добрый вечер и мы начинаем выше от шува происходит из внутреннего побуждения которых в свою очередь получает выше побуждающий импульс извне весь мир материальный духовный предстает в его ценности как единая структура мораль справедливо и добрая это волевой центр всего сущего это центр жизни отдельного человека должен находиться в соответствии со всем окружающим со всем бытием как его внутренней структуре так и во внешнем проявлении с помощью внутреннего осознания в глубинах сердца того что доступны человеку и справедливости прямоты и блага постигается значимая часть морали явленный во всем сущем форме идеально воплощенный живущим мирозданием то есть мораль заражена в мироздании как целом проявляется в частном человек человеке который в своем сердце может воспринимать частичную эту всеобщую мораль а с помощью торы открывается в свете святости каждому обществу соответствии с его уровнем и израилем форме очень специфичной конкретной соответствие морали во всех его проявлениях и личность находящаяся на пути в своей жизни и в своих душевных качествах изъяна и дисгармонию в отношении абсолютного всего внутреннего и проявленного испытывает бесконечное страдание и старается вернуться к источнику жизни и бытия сожалеет она о своих заблуждениях и возвращается с сердцем шумяя с радостью избавления блуждал я как овца проще взыщи раба твоего ибо заповеди твы я не забыл знаете сейчас читал этот абзац как тоже совсем не первый раз и у меня появилась вдруг одно интересное ну идея что-то не очень интересно но это немножко но это немножечко мне кажется то что я скажу поэтому я скажу это в конце это немножко но это немножко я не до конца это уверен это немножко как это сказать дерзко дерзко поэтому оставим это пока но это в общем это будет у меня согласуется с тем что я учил но все равно немножко дерзко хорошо давайте как мы значит мы прочитали все а теперь давайте начнем сначала выбежала нашу лишь итак высшая шуа происходит из внутреннего побуждения которое в свою очередь получает высший побуждающий импульс извини эту тему мы уже это тему уже касались но я хочу мы здесь мне кажется ее покор и источник я хочу вернуться к этому еще раз мне кажется это важно есть постоянный вопрос постоянно метание постоянное напряжение между вопросом вообще а что источник чувы что вообще источник откуда найдет это глаз бога снаружи или это зов сердца изнутри вообще как бы поиск бога он тоже разделяется на эти две части бог он очень далеко бесконечно большой или он очень близко и он внутри моего сердца и как бы насколько я понимаю в нашей традиции есть как это как со светом и и и и частица и волна и далеко и близко и все и внутри и снаружи теперь вот это вот а какая нам разница да зов чуве он изнутри или снаружи он большая разница страх чувы почему люди боятся мы боимся сделать чуму одна из серьезных остановок чуве это что требует меня бог но это не то что я хочу мне подходит это не соответствует моей личности моему я соответственно что это правильно вроде бы сделать но это внешнее требование внешний окрик внешний удар как бы воспринимается как внешне насилие над собой над личностью соответственно соответственно я не хочу насиловать свою личность даже если это правильно и теперь покажите доказательными что это правильно вообще это с одной стороны то есть с другой стороны если это только изнутри то ну хорошо но с чем это соответствует а связь с богом и что-то еще как бы это вот ты вот ты вот тебе так хорошо ну что с этого то есть то есть здесь мы видим очень интересный подход урава что это до зов изнутри но его корень он снаружи и то есть как бы здесь мы видим как вы что вот нет этого противоречия между снутри и снаружи и на протяжении всего отрывка мы видим что нет этого противоречия и если это есть то есть правильно чтобы соответствовало внутренне и внешне еще здесь есть конечно известное противоречие между принадлежностью и к чему-то и ощущением себя самостоятельной единицей личности это может быть опять таки соотношение человека с богом допустим и соотношение человека с народом какой-то общностью давайте рассмотрим сперва с богом тоже известные вещи если нет ничего кроме бога нет нет ничего кроме бога одного а я я я я я есть никто нет кроме бога то и меня тоже не надо совсем с одной стороны хорошо другой стороны это плохо теперь если есть я то тогда бог если я есть я автономная у меня есть свобода выбора соответственно бог если он есть он далекий большой но он далекий то есть опять таки есть к это не противоречие не совсем хорошо с народом тоже если я это личность самостоятельно то я не меньше принадлежу к чему-то соответственно я как бы такая вот оторванная частица маленькая до которой вообще никого делали с другой стороны чем большая часть вот великого движения народа семьи и так далее тем больше стирается моя личность это тоже плохо это здесь тоже такое вот как бы два полюса принадлежности и самости такой да и они тоже противоречит друг другу и тоже мы видим и наши традиции тоже они есть есть и то и есть такой подход и другой подход и нужно наплевать на то что они противоречит друг другу и взять их оба и тогда это в общем-то цельная картина получается и то же самое вот здесь наш нам раб говорит движение от швы это движение из сердца корень которого снаружи и это продолжается дальше давайте продвинемся немножко по тексту по нашему весь мир материальный и духовный предстает в его цельности как единая структура это тоже важно во-первых что мир един в его материальной и духовной составляющей нам мы не можем одно отобрать а другое выбросить весь мир все мир мира в общем то это единая структура принтер живет свою жизнь что-то проснулся остановимся на полминуты можно да да что-то мне представляется что это не так не такое уж сильное противоречие то есть я понимаю что бывают противоречия действительно плохо разрешимые между конкретных ситуациях между закалом и швад ты должен выжалеть бедного несчастного человека который ты отнимаешь последние деньги и суд в его сторону склонить или несмотря на то что он виноват должен и так далее я не думаю как это совместить это действительно трудно а ощущение себя как с одной стороны личности так с другой стороны части целого оно как бы не противоречит я наоборот своей личности я дополняю это целое к примеру там неважно что там скажем если взять какое-то статистическое мнение среднее этого целого то оно может не совпадать с моим как раз я так свой штрих уношу это большая картина такая скажем больше всего мне всегда нравится приводить в примеры ночную стражу этого самого да Рембрандта там огромное количество лиц каждый совершенно где-то в своем мире то есть почти все их что-то объединяет это картина художник его видение и прочее но при этом они каждый сам по себе если ты возьмешь из одного места начнешь ее расширять фокус в каком-то одном месте тебе все время будет открываться что-то новое то есть понимаешь да да нет смотрите я с вами согласен но как бы вот с моей точки извините протекающим очень сильно людям очень сильно мешает то есть если я вовлечен я ввлекусь в какой-то там великой идеей я часть чего-то большого великого там не знаю революцию сейчас делаю богу служу не важно то мои все хотелки желания там семья все что лично меня касается мне самому это не интересно это это отпадает это становится такое заретушенное немножко нечеткое я часть народа я сейчас занимаюсь то что важно народу что мне там хочется не хочется мне остальным менее важно теперь я личность я уже тогда нет настолько уже часть чего-то такого большого что больше меня тогда я обречу на одиночество но если вы собираетесь на одну и ту же прямую откладывать это все это тогда будет противоречие а если вы сделаете систему координат в которой это некоторая область смотрите мне кажется у нас нет с вами спорта мне кажется что просто вы на ответ вы про ответ а я про вопрос я просто говорю о своем ощущении дело в том что я отлично понимаю что есть ценности у которых есть конфликт их тем не менее нужно как-то сложным образом решать потому что не всегда очевидна иерархия ценностей как как найти решение вот это в этом пространстве решения хотя они может быть на разных координатах но если вообще какое-то пространство там в котором она решается да но тут как-то у меня ощущение такое что это не должно противоречить я говорю про ощущение тоже вот мое ощущение вот как бы то что я помню то что ты допустим мешала меня страшила это вот это тоже объясняет во многих местах вот это вот есть вот это вот то есть вот это вот качели они существуют и у нас мы это встречали в нашей книге тоже и человек этого боится то есть с одной стороны боится потерять собственную личность если он становится частью чего-то большого растворится с другой стороны он боится что он будет слишком сам по себе а зон как бы потерян и никому не интересен как бы совершенно одинокий ну можно есть такое противоречие по крайней мере на уровне ощущения конечно мы должны и мы говорим что это не должно быть противоречие и даже если это противоречие то нам нужно хватать обе эти половинки даже если мы скажем что волна противоречия частицы но потом и частица и волна что это хватай и скачи на обоих скобунах понятно что правильная общая цельная картина это что и найти вот на этой шкале какой-то баланс и ни одной из этих не удариться ни в одну из крайностей и именно взять баланс но вот это вот как бы боязнь как бы вот если очень гиперболит вот чего боится человек который себя ощущает личностью он боится быть частью чего-то большого что он потеряет личность потому что личность в этом смысле в этом случае она часто заретушевывается наоборот кто-то что он ему очень важно там сейчас осушает болото он вернулся в землю Израиля восстанавливает тут все вот давай а что ты думаешь вот твоя личность я сейчас буду свою личность возвеличивать растите я как бы а что же с великими идеями которые я хочу продвигать вместе с народом человечеством богом не знаю с чем то есть я чувствую это напряжение что оно есть ну да конечно наверное может быть я может быть я нельзя выбрасывать одну из этих половин и даже если это даже если это как его противоречие существует нам нужно его схватить противоречие все равно взять себе и ту половину другую половину кому-то больше нравится путь не знаю там хасидим там больше там часть общего чего-то кому-то больше нравится часть это я вот личность ты должен быть или и развитой личностью многосторонней и частью чего-то что больше тебя и должно быть все равновесие равновесие это в общем-то как-то это ключ ко всему это в общем-то тоже для меня это тоже может быть я может быть я это упрощу или наоборот усложню сейчас потому что тут может быть два два вопроса восприятие лично как я себя воспринимаю и как это сказывается на моем так сказать душевном умновесии это одно а другое не менее важная вещь как это реализуется практически то есть обычно всякие сложные противоречия в Геваре которые всегда ант���с Khan пытаются свести к каким-то каким-то ситуациям в одной ситуации работает так а в другой ситуации это ¿вае превалирует? в другой ситуации в практическом смотрят в какой ситуации он заработает как волна Он лучше знает, конечно, чем мы. А в каком-то ситуации он работает как частица. Это все зависит от того, что мы там меряем и как. И также, может быть, и люди, он должен разделить, в какой ситуации для него превалирует общественное, а в какой ситуации лично. Иногда это, может быть, самые критические ситуации. Самые тяжелые, когда они сталкиваются. А так, в принципе, разделить-то можно. Я соглашусь полностью. Совсем. Мне, как бы, это, конечно, да. Ну, во-первых, нужно понять, что нужны обе ситуации. Они обе правильные. То есть, нет, одна правильно, вторая неправильно. Одну беру, одну принимаю, другую выбрасываю. Это неверно. Конечно. И, кстати, Рафт Кук, мы это, по-моему, тоже с вами учили, когда он разбирает отношения к Богу, он именно так и говорит. Более правильная идея. А то, что Бог есть, и меня, в общем-то, нет. Но с такой идеей жить ежедневно невозможно. Неправильно. Поэтому мы будем жить с идеей о том, что мы автономные единицы полностью. Бог, он относительно далеко. У нас есть свобода выбора. И мы так мы действуем. Так мы живем ежедневно. Нам нужно осознавать и знать, что эта идея правильная, но не окончательно правильная. Не до конца. А в отдельные моменты, во время молитвы, например, какие-то моменты, отдельные просветления, когда мы не совсем вообще в этом мире, это время для более высокого понимания о том, что кроме Бога нет ничего и так далее. То есть, это такая вот у кем-то, как вы сказали, это разделение по времени. И, может быть, практически это тоже так. Но мне кажется, мы здесь сейчас говорим в основном, и главное, это как человек себя воспринимает, как он воспринимает мир, как он воспринимает Бога. Это что я сначала сказал, да? Да. Да. Вот. Хорошо. Так что я тут с вами, безусловно, согласен. И мы, с вашего позволения, продолжим. Мораль, справедливая и добрая – это волевой центр всего сущего. Это очень классно. Прошу прощения. Вообще, какой угол зрения, с которым Тора смотрит на мир и нам дает? Вот именно этот угол зрения. Мораль. Торе не интересно, сколько килограммов полезных ископаемых есть, насколько ты умный, богатый и так далее. А вот тот сектор, тот взгляд, который нам Тора дает – это взгляд морали. Это самое, это, в общем-то, ее взгляд. Для этого она нужна. Соответственно, то, что он сейчас Рам говорит. В чем, что центр мира? Человек. Хорзост человек. Центр всего мира – это мораль. Это не всегда видно. Более того, очень часто моргой даже не видно. Мы посмотрим на историю человечества, историю мира. У нас есть природа, где нет морали. Сильный кушает слабого. У нас есть люди, которые тоже сильно кушают слабого на протяжении истории. На длинном отрезке человеческой истории тоже. Мораль – это была выдумка слабых, как это сказали греки. Но в глубинном взгляде, и по правде, действительно, мораль – это в центре всего мира. Мир идет концентрическими кругами вокруг морального империатива. Волевой центр, то есть это желание. Желание тоже в центре. То есть мир создан, мы сказали, словом Бога. То есть желание. Соответственно, наше желание тоже, и вообще желание, ему есть очень важное место в мире. Желание в центре, мораль тоже в центре. Мораль справедливая и добрая – это волевой центр всего сущего. Это центр в жизни отдельного человека. Должен находиться в соответствии со всем окружающим, со всем бытьем, как в его внешней структуре, так и во внешнем проявлении. В внутренней структуре, простите, так и во внешнем проявлении. Итак, здесь опять есть вот такое вот противостояние, вроде бы. С одной стороны человек, с другой стороны весь мир. Соответственно, центр человека – это тоже моральный центр. Центр всего мира – это тоже моральный центр. И раб говорит, они должны соответствовать. И это может быть немножко похоже, то, с чего мы начали. Как я отношусь к миру? Я часть мира, интегральная, или есть я, и есть мир. Опять-таки, примерно то же самое противоречие, или как бы не противоречие, но какое-то напряжение, с которого мы начали. Не важно как, но раб говорит такую вещь. То есть, опять-таки, эта вещь, она абсолютно не интуитивная, а интуитивная. То есть, то, что внутренний стержень морального человека есть внутри – окей, это мы можем принять. Хорошо. А то, что весь мир у него, внутренний центр, тоже моральный, это как-то… Мы видим глазами противоположное, но мы сказали, мы хотим видеть весь мир, все мироздание, как одну интегральную структуру. И человек, он в середине этой структуры, в центре. Соответственно, то там вот такая голограмма. Если у человека в центре есть моральный империатив, моральный стержень, то у мира тоже. И, соответственно, здесь уже мы немножко двигаемся в сторону принадлежности. Мой стержень должен соответствовать общему. То есть, это не какой-то удар снаружи. Там, боб, меня требует чего-то. Это более тонко. Я часть мира, и поэтому мой моральный стержень должен соответствовать общегалактическому, общемировому, моральному. Этот центр жизни отдельного человека должен находиться в соответствии со всем окружающим, со всем бытьем, как в его внутренней структуре, так и во внешнем проявлении. С помощью внутреннего осознания в глубинах сердца, того, что доступно человеку из справедливости, прямоты и блага, постигается значимая часть морали. Интересная идея. Большая часть морали, спроси свое сердце, она тебе скажет. Не нужно идти куда-то в норуну. Явленная во всем сущем, в форме идеально воплощенной живущей в мироздании. То есть мораль заложена в человеке в целом. Это просто я для себя объясняла в более понятном языке. Это частичница в совершении морали. А вот теперь я хочу вам сказать следующее предложение. У меня сейчас появилось новое понимание. И я не до конца уверен. Но тем не менее я с вами поделюсь. А с помощью Торы открывается в свете святости каждому обществу в соответствии с его уровнем. И Израилю в форме очень специфичной и конкретной соответствия морали во всех ее проявлениях. Значит так, у меня идея такая. Получается, что мораль личную для этого нужна Тора. Как сказано, Один из переводов – мораль – это перед Торой. Моральное поведение – это до Торы. То есть, для того, чтобы быть моральным человеком, Тора не нужна. Тора пришла не для этого. Наоборот. С тем, чтобы была возможность учить Тору, ты уже должен быть моральным человеком. Иначе, это тебе будет не, как это, живая вода, это тебе будет мертвая вода. Как ты наибрите, не сама, а им самаматом. А для чего нужна Тора? Тора тогда, получается, нужна для двух вещей. Одно – для святости. Связь с Богом. А второе – для исправления общества. Может быть, вот мне кажется, вот здесь написано. Что, когда мы идем исправить общество, у нас уже гораздо больше сильно действительно отчаяния о том, вообще возможно ли эта задача исправить общество. Человек – это конкретный человек, его можно исправить. А можно ли вообще жизнь в обществе, в государстве тоже сделать моральной? Это большой вопрос. То есть, мы предполагаем, что еще до получения Тора человек может стать моральным, инвестором. А в государстве не может. Первая половина того, что вы сказали, – это Рафшарки Мефураж. Это точно говорит Рафшарки. Нет, это Медраж такой, да. Миша Шурки, а вот, что… Да-да. И так далее. Более того, он нам объясняет, что Тора написано специально для народа Израиля. Для другого народа, читая Тору, как она есть, он может прийти к абсолютным выводам. Да-да-да. Далеко идущие. Да-да-да. Тора, как это, заточена под народ Израиля. И это важно. Кстати, обраките голову. Это понятно. Например, в личном плане каждому человеку нужны другие справления. Один добрый, его нужно равновесить там. А другой, наоборот, злой, его нужно уравновесить по-другому. Да-да. Поэтому для каждого народа тоже нужно какие-то, чтобы его уравновесить. Обратите внимание, что мы говорим про все народы. Сейчас мы говорим про дачу Тора. Всем народам, правильно? Наверное, когда Медраж говорил о даче Торы другим народам, она могла бы там проявиться иначе для Ишмаэля или для Исава. Давайте прочитаем наше предложение. Очень интересное, со всякой точки зрения. А с помощью Торы открывается свеки святости каждому обществу в соответствии с его уровнем. И Израилю, значит, тогда, по сравнению предложения, и Израилю, значит, мы сперва говорили про все другие народы. Соответственно, у каждого народа, получается, есть свой интересный взгляд на Тору. или по-другому Тора освещает каждый народ, немножко по-другому. Тора прилагается, приложимо к каждому народу в соответствии с его природой. А от народа Израиля у Торы совершенно специфичное требование приложения. Да, то есть, как бы, вот, переломление Торы, как бы, в каждом из народов, оно происходит по-другому. Это вообще, это хорошая, очень интересная идея. Да? То есть... А Израиль, как бы, здесь он... У него, к нему специальные требования, поэтому от него Тора требует, что-то, как бы, от простых людей не требуется. Так как я обожаю сейчас это предложение, что говорят хорошие евреи. Правда же, то, что нужно, это быть хорошим человеком. Так вот, требования от, в общем-то, народов. От Израиля это требование, это, что называется, это экзамен до, что называется, да? Это отбор до того, как приступаем к соревнованиям. От Израиля требуется больше, чем просто быть хорошим человеком. А вот мы здесь говорим святость и исправление общества. Да? Вот для этого, то есть, я не уверен, что то, что здесь написано, но как вот форма, я это вот, как вот это вот та вот дерзость, что-то мне окажется, что вот здесь сказано, что, а вот для исправления общества и для святости нам уже нужна та Тора. И теперь мы возвращаемся обратно к личности. То есть, то, что мы сейчас упомянули Тору, получается, это, в общем-то, немножко в скобочках. И личность, находящаяся на путях своей жизни и своих душевных качествах, изъяна и дисгармонию в отношении абсолютного всего, внутреннего и проявленного, испытывает бесконечное страдание и старается вернуться к источнику жизни и бытия, к Богу. То есть, что такое, как получается, ощущение этого греха, несоответствие себя всему сущему? В общем-то, не только творению, но и Творцу, Богу. А правильно, морально, хорошо соответствовать. И поэтому душа страдает и стремится вернуться в душе. Сожалеет она о своих заблуждениях и возвращается сердцем с шумящим и с радостью избавления. Блуждая, как овца пропащая, взыщи раба твоего, ибо заповеди твои я не забыл. Ну, вот такой вот у нас получается интересный отрывок. Ну, и спасибо вам без нашего урока сегодня. Вот то, что я сказал про Тору, у меня бы из этого отрывка не было бы такого понимания. Сейчас я с вами прочитал, если вы обратили внимание, посредине 4 я начал улыбаться. Это вот я, вдруг у меня это самое, это вот это вот понимание вот этого отрывка вот такой вот про Тору вот так вот. Иврит, говорят, на иврите, вот так вот стрельнуло у меня. И я вот с вами поделился. Хорошо. Теперь кто что хочет добавить к тому, что есть? Нехама, смотрите, вот мое ощущение таки, что вот это вот противоречие, по крайней мере, вот для меня лично, вот между личностью и принадлежностью, оно сильное. Оно вот для меня оно ощущаемое сильно. И оно мне, во мне оно вот взывается, и вот мне оно как бы, и мне оно болит. Поэтому я его как бы вот, как бы, выдал, выставил и на нем заострил внимание. Видимо, есть люди, которым это проще. Но мне как бы, вот я его ощущаю, ощущаю, что это у многих, это мешает. Либо с одной стороны, я принадлежу к чему-то, я вот это вот лично не хочу, или наоборот, я личность, я сам по себе, я не хочу принадлежать к этому плебесу. Можно спросить. Извините, я хотела только сказать, я забуду, что, может быть, это некий форок нашего советского считания, когда все общественное было некошерно в принципе, и поэтому мы привыкли придавать максимальный приоритет личному. Я на самом деле вижу среди многих русскоязычных очень сильное отличие, скажем, в простейших вещах, что человек вовсе не любит приходить на молитву в Миньяне. Для него это, для некоторых это они преодолевают. А для некоторых это просто, ну, не важно, не будем показывать пальцами человек, с которым я долго просто видела, насколько для него это было отвратительно принадлежать этому Миньяну. Хотя, в общем, иногда все заставлял. И есть многие другие такие, которые просто не ходят никогда, потому что для них это как бы неприемлемо. Хотя они знают, что Миньян это хорошо и важно, и что в этом... Я согласен. А с другой стороны, что мы скажем по поводу, допустим, либеральных тенденций на Западе, когда государство представляется как, в общем-то, как максимум страховая компания большая, и чем меньше анализируют мое дело в мою жизнь... Ну не надо все же путать государство и народ. Это не совсем одно и то же. Хорошо. Да, это разные вещи. Я согласен безусловно. То есть, давайте так, я с вами соглашусь, но тем не менее я не хочу убирать от общности того, что я сказал. Понятно, понятно, что весьма возможно, что есть противоречие. Это можно понять. У каждого человека в какой-то момент возникает, когда он говорит откан. Я много лет была, например, членом некой партии, и неважно, в один какой-то момент я сказала, хватит, не хочу быть вообще никаким членом. То есть, я в принципе не партийный человек, меня туда запихали для каких-то дел, но с другой стороны, я очень верный человек. Если уж я там, так я буду верна этому флагу. Но в какой-то момент что-то случилось, я сказала, оставьте меня со всеми партиями. То есть, я могу ощущить это вот, потому что ты вдруг понимаешь, что это не твое. Или вот я захотела уехать из поселения, в которое я много лет прожила, ты вдруг понял, что разошлось. Ты не можешь с ними уже как-то. То есть, есть напряжение, конечно, понятно. Хотя они не... Да, все, можно сказать. Меня слышно? Да, да, да. Смотрите, у меня есть проблемы с тем, что вы прочитали о том, что в мире есть мораль. Я не знаю, что это не подразумевается, но как бы в мире есть воля, эгоистическая в общем-то воля. Мораль она есть только в задавках у человека, а не в мире. Тора не возвращает нас к морали вообще, она выстраивает на основе этих возможностей. я считаю, какую-то мораль. То, что вы прочитали, это похоже на Руссо, как бы естественное право и все такое, что когда-то человек был в моральном первобытном обществе каком-то, а цивилизация его испортила, и вот это не Руссо. Спасибо за замечание. Это очень здорово. Нет, понятно, что мы упомянули то же, что то, что мы видим в природе это отсутствие морали. Сильно кушает слабого. Да, значит, это получается противоположно. То есть в мире как бы нет морали. существенно. Теперь мы говорим, что да, в мире есть мораль. В природе она запрятана очень глубоко. Почему в мире есть мораль? Потому что мы читаем в Торе, что бог свободен мир. Это акт воли и это акт моральный. Потому что это не было создано по принуждению. Свободный выбор это моральный выбор. Начало мира, которое создано моральным актом, соответственно у него мораль в центре. Но это не значит, что ее продают в каждом пирменном киоске. Это действительно вещь, которая как все развивается и она в центре, но пока она будет реализована и видна, пролет очень много времени. Вся история развития мира, вся история человечества. И это последний этап действительно найти и показать. Скажу так, если это будет проще читаться, можно сказать, что именно соотноситься с моралью Бога, допустим. Но Рам говорит, в общем, в творении в принципе не то, что мы видим, а в принципе есть мораль. Мы не видим. Это безусловно надо отдавать отчет. Так что спасибо вам за замечание. Я не знаю, насколько это можно назвать моралью. Это определенный закон. Допустим, если птицы вьют гнездо и у них хранится верность между супругами даже в многих поколениях. То есть они переплетают с места на место и выращивают кинцов и так далее. Или допустим у кошек это так получается, что когда она рожает, она кормит своих детенышей, готова их защищать и отдавать им в первую очередь. Но потом, когда они уже становятся чуть-чуть самостоятельно, она их изгоняет, не сохраняется. Есть определенные законы, где мы можем, это эгоистическое, это проблемы инстинкта рода и так далее, они сочетаются с определенными законами выживания. Мы уже делаем проекцию, что это справедливо, мы видим зачатки морали. Может быть, конечно, в этом тоже можно научиться. так сказать. Я согласен с вами, это действительно зачатки морали. Это что-то, чему можно учиться. То, что мир это глубинная вещь. Ну да, то есть человек уже осознав это и выстроил этот императив свой уже осознанно, он, несмотря, у него есть свобода, он может и так поступить, и так поступить. Вот он делает выбор. Вот это есть мораль, выбор. Осознанность, да, хорошо, все понятно. Кто-то еще хочет что-то сказать? То есть если мы обратим внимание, на протяжении нашей книги у Рава есть много, действительно, несколько раз он возвращается к идее, что соответствие морали, общей мировой морали. Но здесь, безусловно, мы не имеем в виду мир, который мы видим, а имеем принципиальную позицию, что в общем, как общее мироздание, оно есть там мораль, оно начато как моральное действие, человек как квинтэссенция мира, у него тоже центр это мораль. А допустим, у человека, да, мы сказали, что у человека центр морали. С одной стороны, это правда. Действительно так. А с другой стороны, нет. Куча людей действуют не по морали, и общество, едят один другого. Так что? То, что мы видим, что люди живут не по морали, это противоречит тому, что мы хотим сказать, что моральный центр человека? Нет. Это доцентр, на нем, на этой луковице очень много-много одежды, и не всегда внутренняя суть проявляется. То же самое мы говорим про мир. Мир по-простому не морален, природа, а вот внутренне очень глубокая суть до морали. И еще, то, что мы тоже несколько раз упомянули, чем больше мы берем масштаб и по времени, и по хвату, тем больше мы приближаемся к взгляду раба. Это тоже важно. Хорошо, спасибо. Кто еще что-то хочет заметить? Натан, мне интересна все-таки связь этого отрывка с тем стихом из Тагилин, который его завершает. Давайте подумаем вместе. во-первых, я прокомментирую вопрос Шерена, вопрос очень к месту. Раф Шарки говорит, и мы это повторяли много раз, когда Раф заканчивает свой отрывок цитатой, это значит, что Раф считает, что в этой цитате сконцентрировано все, что он хотел сказать в своем отрывке. Поэтому мы должны найти в цитате, которая завершает отрывок, все, что сказано. И это также будет знаком того, что мы поняли. Итак, выуждал я как овца пропащих. Это соответствует тому, что написано, и личность, находящаяся на путях своей жизни, в своих душевных качествах изъяна и дисгал в отношении абсолютного всего, испытывает бесконечное страдание и старается вернуться к источнику. То есть блуждал я как овца пропащая, заблудился, то есть я потерял, да, то есть я стал не соответствовать общему направлению в морали мироздания. но заповеди твоей я не забыл, да, то есть заповеди твои я не забыл, что это может быть. Мы сказали, что мораль, большая ее часть, может быть, основная, не нужно ничего, кроме сердца человека, чтобы ее найти. да, то есть обнаружив именно в себе мораль, человек может соотнести с общей мировой моралью и смотреть, где они не соотносятся. это мое предположение. И теперь я соглашусь, что это не полное и окончательное объяснение, которое соответственно с осадней слова весь наш отрывок с этим цитатой. Но, по крайней мере, частичное объяснение я бы предлагаю вам. заповеди это не талит, тфелин и шаббат имеется в виду, а имеется в виду внутреннее ощущение морали, моральности. А что делать? Обратите внимание, на Тора заповеди тфелин и тфелин и шаббат упомянута очень чуть ли не в скобочках совсем. С помощью Тора открывается сфере связности каждому обществу и Израилю в форме очень специфичной и конкретной соответствия морали во всех ее проявлениях. То есть было бы не дурно, чтобы сперва мы увидели соответствие морали для Израиля в том числе. А уже и в том числе в заповедах. И сперва в морали. То есть безусловно как бы просто заповеди по-простому они здесь очень-очень на периферии если есть. Так что я согласен с вашим пониманием, что заповеди это общее направление морали в данном случае, а не конкретные заповеди кушать кошель кошель. до до еще вопрос тоже по тексту вот интересный про то, что разным обществом открывается тора на их уровне под каким-то разным углом и вот какие с этим ассоциации. То есть у меня первая ассоциация это то, что когда вышли из Ярдена, то написали тору на камнях на 70 языках. Но собственно с тех пор не было слышно о том, чтобы тора как-то разъяснялась каждому народу в соответствии с его представлениями и с его уровнем и так далее. Интересно как-то немножко поискать на эту тему и что можно найти. Я отвечу вам серьезно и шутливо. по-серьезному если я правильно понимаю все-таки для этого Израиль должен быть на своей земле. Рав Кук пишет и может быть мы это тоже учили что в конце концов мы будем судить все религии не в том смысле что тебя мы выкинем в мусор и тебя мы тоже выкинем в мусор. А вот здесь вот это хорошо вот это лучше подправить а вот это нужно выкинуть. А у тебя наоборот вот здесь хорошо здесь вот можно оставить нужно вот так вот подправить а вот эту часть лучше убрать это по-серьезному а теперь в шутливой форме тоже приводил это Рав Шарки значит Исав у него в Торе в наших традициях он представляет как человек который со стороны гвуры то есть это суд это убийство это вот та сторона поэтому он себе выбрал религию абсолютного милосердия которая его ровновешивает понятно что там есть очень много от Тора мусульманство арабы да они у нас сын Авраама это со стороны с правой стороны это милосердие поэтому они себе выбрали религию уравновешивающую религию суда евреи как известно два еврея три мнения рубят поругаться и поспорить поэтому у них религия об единстве это шутливое но тоже верное объяснение по поводу вашего вопроса и в общем-то то что мне есть сказать да спасибо большое очень хорошо у кого-то есть еще вопросы замечания предложения хорошо время у нас уже более-менее стекло давайте не будем превышать значит в любом случае на следующей неделе у нас Ханука и мы берем себе небольшой тайм-аут и видимо после мы вернемся уже на через раз я очень рад что у нас сегодня больше все кто присоединились я очень рад можно вопросы или какое-то продолжение обсуждения продолжать в нашем чате после урока всем большое спасибо добрый вечер до свидания большое спасибо не бойтесь можно задавать вопросы спрашивать можно можно даже это хорошо и правильно до свидания спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok